Продолжение следует... ...составной частью того большого великого дела, которое совершает Господь в вопросе нашего спасения. Тема крещения Духом Святым иногда как бы представляется, ну такая небаптистская. Ну вот как-то вот о крещении Духом Святым, это вроде бы его для пятидесятников тема. И в этом искажение, и в этом неправильное понимание, поскольку Писание говорит, это важная часть нашего вопроса спасения, и нам важно понимать ее, нам важно знать ее, нам важно признавать ее, поскольку я так даже скажу, что баптисты даже более крещены Духом Святым, чем пятидесятники, потому что баптисты все крещены Духом Святым, а пятидесятники не все. И для нас поэтому важно посмотреть, что же Писание говорит об этой теме, как нам понимать эту тему верно, правильно, для того, чтобы в жизни нашей мы могли правильно эти истины исполнять и жить в соответствии с ними. Итак, я предлагаю, чтобы мы сейчас могли прочитать вот этот текст, как это записано в нашем вероучении, и дальше мы будем размышлять, смотреть все тексты Писания для того, чтобы увидеть, что Библия говорит о крещении Духом Святым. «Крещение Духом Святым — это погружение возрожденного человека в тело Христова, которое есть в церковь его, и соединение со Христом. Крещение Духом Святым является действием, которое Христос совершает Духом Святым, крестя каждого верующего в момент его возрождения. Всякий возрожденный христианин крещен Духом Святым». Вот здесь несколько таких, три такие стейтмента или вот такие заявления, которые определяют наше понимание в нашем вероучении, что такое крещение Духом Святым, как оно совершается, к кому оно относится. И для того, чтобы нам верно понимать, важно увидеть и разницу. Когда мы встречаемся где-то с заблуждениями, с неверными какими-то моментами, нам важно увидеть эту разницу, нам важно отличить чистое от нечистого, верное от неверного. И поэтому, когда мы встречаемся с другими пониманиями крещения Духом Святым, нам важно увидеть, в чем же здесь проблема. Для того, чтобы мы могли сделать такое сравнение, я вот на этом следующем слайде привожу две выдержки из вероучения Союза Пятидесятников, которых именно этого вопроса касается. Для того, чтобы мы, прочитав, могли увидеть понимание, вот как это преподается в церквях Пятидесятников. Посмотрите, первое, это из Союза Церкви Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Украины. Это перевод с украинского языка, но, надеюсь, что правильно перевел. Крещение Духом Святым — это принятие Божьей силы со знаменем иных языков и проявлением духовных даров. Вот посмотрите, как здесь заявляется, что такое крещение. Принятие Божьей силы, и во время этого принятия дается знамение иных языков и проявление духовных даров. Именно в этот момент. То есть, когда совершается это действие, когда совершается крещение Духом Святым, должны быть иные языки, должны быть проявления духовных даров. Вторая выдержка более длинная. Я взял ее из исповедания веры Российской Церкви Христиан Веры Евангельской. И здесь так они определяют. Мы верим, что все верующие в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, имеют обетование крещения Духом Святым. Основными целями крещения Духом Святым является принятие сверхъестественной силы для христианской жизни, получение духовных даров для служения в Церкви, которое духовно есть тело Христово. Опыт крещения Духом Святым отличается от опыта возрождения свыше. Физическим доказательством принятия крещения Духом Святым является знамение говорения на иных языках. Примерно та же мысль, более расширенная может быть в этом определении. И когда мы смотрим на эти понимания, что бросается в глаза или как дается определение, мы сразу встречаемся, что это знамение иных языков. Вот мы сразу видим в понимании Пятидесятников, они говорят, что крещение Духом Святым, посмотрите, как Пятидесятники на Украине, так и в России, вот Церковь Христиан Веры Евангельской, они это понимают, что крещение Духом Святым, оно обязательно должно сопровождаться со знаменем иных языков. Более того, вот в этом определении Российского Союза, мы видим, что сказано, опыт крещения Духом Святым отличается от опыта возрождения свыше. Во-первых, здесь стоит слово «опыт». Слово «опыт», оно сразу говорит о каком-то переживании, оно говорит о каких-то моментах, которые чувствует человек, переживает, как он воспринимает что-то. И мы видим, что в их понимании, что человек переживает, что он чувствует в момент возрождения, это одно, а что он чувствует и переживает в момент крещения Духом Святым, это другое. И вот это различие между событием возрождения человека и событием крещения Духом Святым, это очень важное различие, которое существует в Церкви Пятидесятников. Они отделяют эти два события, и они говорят, сначала человек получает возрождение, сначала человек получает спасение, и потом через какой-то период времени, по каким-то причинам, которые разные могут быть, когда человек стремится, жаждет, он желает этого, он получает крещение Духом Святым. И поэтому они определяют, что есть разница между опытом возрождения и опыта крещения Духом Святым. И опять же мы здесь видим тоже, что сказано, физическим доказательством принятия крещения является знамение говорения на иных языках. Так понимают пятидесятники. Если человек получает крещение Духом Святым, должно быть доказательство, должно быть проявление, и это проявление обязательно в том, что человек начинает говорить на иных языках. Если этого нету, тогда это свидетельствует о том, что человек не является крещенным Духом Святым. Итак, вот я хочу, чтобы мы увидели, просто еще раз, как бы вы видите здесь подчеркнуто, вот эти моменты, которые для нас являются вопросом. И нам очень важно, как раз, когда мы сравниваем наше вероучение евангельских христиан-баптистов и вероучение пятидесятников, увидеть эту разницу, понять эту разницу, для того, чтобы посмотреть, так что же говорит Писание. И когда мы сравниваем и замечаем различия, вот эти различия, их можно определить в трех направлениях. Что такое крещение Духом Святым? Определение отличается у нас, у пятидесятников. Мы по-разному говорим о том, что это за событие. Второе, когда оно совершается, мы по-разному определяем, когда происходит в человеке крещение Духом Святым. И третье, чем сопровождается крещение Духом Святым? Мы по-разному понимаем и отличаемся вот в этом вопросе от понимания пятидесятников. Давайте мы теперь посмотрим на тексты Писания, для того, чтобы нам уже более углубиться и посмотреть, что же Слово Божие говорит по этой теме. Есть несколько текстов, не так много текстов Священного Писания о крещении Духом Святым, но и для нас важно все-таки вот с тех текстов увидеть библейскую истину. Вначале я привожу четыре текста из каждого Евангелия, в которых мы первый раз, читая Евангелие, встречаемся с этим событием или с названием, которое употребляется. Я не буду прочитывать все, я прочитаю только одно. Это все слова Иоанна Крестителя. Когда он вышел на свое служение, крещение, и проповедуя народу, мы видим, каждый евангелист записал его слова. Вот в Матфея записано так, Иоанн говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за Мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн говорит о том, что грядущий Мессия, он придет и он будет совершать другое действие. Он будет крестить Духом Святым и огнем. Или дальше, как сказано, вот мы видим, Иоанн говорит, что «мне сказано, на кого будет голубь сходить, тот есть крестящий Духом». Слово «крестить» для нас понятно, и мы знаем, что это переводное слово греческого слова «баптидзо». Слово «баптидзо» означает «погружение». И причем в греческом языке есть два разных слова. Есть слово «бапто». Слово «бапто» означает «окунать и вынимать». Например, вы помните, когда Христос рассказывал историю богача и Лазаря, и когда лазарь мучился, когда богач мучился в пламени огненном, и он просит Авраама, он говорит, «пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего и охладил язык мой». Вот это слово «бапто» употребляется, чтобы он омочил конец перста. «Бапто» означает «погружение в какую-то среду и вынимание». «Баптидзо» имеет всегда значение «погружение и оставание в той среде, куда было погружено что-то». В этом значение слова «баптидзо». И когда мы говорим о крещении, вот здесь мы и видим, что Писание говорит о различных крещениях. Более для нас часто встречающиеся – это водное крещение. Сам Иоанн Креститель, вот в этих текстах, которые мы здесь с вами смотрим, он говорит «я крещу вас в воде в покаяние». Он говорит слово «крещу» для греков «баптидзо», то есть «я погружаю вас». «Я погружаю вас», и это была основная цель его служения – привести народ к покаянию. Он был этим глазом вопиющем в пустыне для того, чтобы приготовить путь Господу, для того, чтобы пришествию Мессии, который был обещан, народ мог раскаяться и приготовить сердца свои для принятия Мессии, который был обещан. И поэтому его основное служение – это покаяние. Он совершал эти крещения. То, что из Ветхого Завета еще народ израильский понимал в особом смысле вот этого очищения, которое нужно было сделать, покаяния, которое нужно было совершать. И они приходили, написано, вся эта окрестность приходила к Иоанну, они каялись, и они принимали это крещение, и он наставлял их, но он готовит народ. Это основное его служение. Он говорит, но после меня придет тот, кто будет крестить вас Духом Святым. В этих текстах, вот каждый евангелист записал, мы видим, что Иоанн говорит о том, что будет такое служение, совершаемое Христом, но Иоанн не объясняет, что это такое. Он не объясняет, так, а что это за погружение Духом Святым, как понимать его, в чем смысл его. Он говорит о событии, которые произойдет, когда придет Христос. И поэтому, вот читая эти тексты, для нас как бы нету особого еще ответа в понимании, что такое крещение Духом Святым. Когда мы смотрим с вами дальше, два текста из книги «Деяния апостолов», мы находим, которые дают ссылку, опять же, на то, что говорил Иоанн. Деяния 1 глава, 5 стих, сам Христос говорит своим ученикам, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Это уже слова самого Христа. Он ссылается на Иоанна, потому что Иоанн об этом говорил, Иоанн указывал на Христа. И теперь Христос говорит, вот оно, это событие. Это событие уже наступает. Иоанн говорил об этом, «Он вас крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». И когда мы понимаем, что Христос говорит перед наступлением Дня Пятидесятницы, для нас важно увидеть, что это событие, о котором сам сказал Христос, «Вы будете крещены Духом Святым», оно и должно произойти тогда, когда наступает День Пятидесятницы. Мы читаем в 11 главе, также указание, сказано, Петр говорит, «Я вспомню слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». В этих текстах, как в первом, из первой главы Деяния, так и с 11, нам опять же не дается объяснение, что такое крещение Духом Святым. Мы видим здесь связь с Иоанном, Иоанн об этом говорил, мы видим связь со Христом, Христос это совершает, мы видим указание на День Пятидесятницы, это должно произойти, вот Христос сказал, через несколько дней это совершится, но нам опять нету ясности, и в этих текстах не говорится о сути самого крещения, и поэтому нам важно идти дальше. Но прежде чем мы пойдем дальше, мы все-таки должны посмотреть на День Пятидесятницы, потому что Христос указывал, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. И вот когда мы читаем описание события Пятидесятницы, это вторая глава Деяния апостолов, я не буду читать всю главу, только вот первые четыре стиха прочитаю, сказано, «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Это описание события Пятидесятницы. Дальше мы видим, что люди, которые находились там, они слышали то, о чем говорят ученики, они понимали, и они удивляются, как мы можем понимать, когда они говорят вот на тех наречиях, с тех мест, где мы находились. Петр начинает объяснять, он начинает истолковывать, он приводит пророчество Иоиля, и он говорит, и в конечном итоге приводит всех к Иисусу Христу, и к необходимости покаяния. Это вторая глава «Деяния апостолов». Но для нас вот важно увидеть, так что же произошло в День Пятидесятницы? Как в этом событии мы можем увидеть, понять, определить крещение Духом Святым? О чем говорил Иоанн? О чем говорил Христос? Что совершилось в этот момент, когда ученики, написано, при наступлении Дня Пятидесятницы, были собраны вместе? Здесь для нас очень важно посмотреть как бы на всю картину Библии Ветхого и Нового Завета и увидеть то Божие действие, которое он совершал по своему плану. Мы видим с вами, в Ветхом Завете был обещан народу израильскому Мессия, который должен прийти, который будет искупителем, который заключит с народом израильским Новый Завет. И по этому Новому Завету, как сказано, Господь говорит, я вложу слова мои в сердца ваши, напишу там, и вы будете исполнять мой закон, и вы будете моим народом. Бог обещает этот Новый Завет своему народу израильскому. Это было это обетование. Именно поэтому в книге пророка Иоиля, который Петр цитирует в День Пятидесятницы, было сказано, что однажды наступит этот особый момент, будет особое излияние Духа, когда написано и дочери ваши, и сыновья ваши, они будут пророчествовать. Это будет особое действие Духа Святого. И так оно к этому и приближалось. И когда Христос пришел, Он пришел как Мессия, который был обещан народу израильскому. И мы читаем книгу Евангелия Матфея, она вся направлена к народу израильскому. Христос это исполнение пророчеств. Он пришел как Мессия к своему народу. Но эта же книга и все остальные Евангелия говорят, что народ израильский не принял Христа. И в результате отвержения народам израильским своего Мессию, вот тот, если можно так сказать, первоначальный Божий план, что народ израильский, он должен получить это излияние Духа Святого, и пророчество Иоиля должно исполниться, и возможно бы и Царство Тысячелетнее наступило сразу. Это не произошло по причине отвержения народам израильским своего Мессию. Но что происходит здесь? Когда народ израильский отвергает Христа, мы читаем в этом же Евангелии Матфея, Христос говорит, что поскольку вы отказываетесь, отвергаетесь, отвергаете меня, я иду к другим овцам. И здесь вот совершается особое событие, когда спасение и Царство Небесное, о котором Христос проповедовал в Нагорной проповеди, оно вдруг открывается не только для народа израильского, которому было это обещано, а для всех, для всех язычников. Все язычники могут услышать эту весть Евангелия, о которой сказал Христос, когда Он выходил на Своё служение, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. И эта весть Евангелия, то есть благой вести, она оказалась направлена не только для народа израильского, а для всех людей. И вот здесь вот, когда мы подходим к Дню Пятидесятницы, вот здесь и открывается это особое событие, которое связано с Духом Святым, которое связано с крещением Духом Святым. И когда мы рассуждаем о крещении, мы говорим, что крещение — это погружение, это погружение в какое-то состояние, или в какую-то сферу, или во что-то. И когда мы смотрим на то, что произошло в этой второй главе Деяния апостолов, мы понимаем, что эти ученики Иисуса Христа, которые были собраны, как Христос сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, будьте там, ожидайте, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Они, те, кто уверовали в Иисуса Христа, не отвергли, как остальные евреи. Они, уверовавшие в Мессию, они были собраны вместе. И в этот момент Христос создает свою церковь. Нам трудно понять вот нашим человеческим разумом вот все эти моменты, моменты, что Божий план был к Израилю. И потом Павел об этом говорит, Бог не отверг Израиля. И они спасутся. В конечном итоге остаток Израиля спасется. Но мы видим, что, как Павел сам объясняет, то, что они отказались, стало благом для язычников. Потому что отвержение народам израильским своего Мессию привело к тому, что язычники получили возможность знать Бога. И поэтому Христос дает это обетование о церкви. И когда Он говорит Петру эти слова, «Я создам церковь», это говорит о том, что церковь еще не создана. И церкви не было в Ветхом Завете. Христос дает это обетование, будет создана церковь. И церковь будет состоять не только из народа израильского, она будет состоять из тех, кто в этот момент, когда церковь будет создана, примет Иисуса Христа своим спасителям. И они будут объединены вместе, и это будет тело Христа, это будет церковь Иисуса Христа. Павел много об этом говорит в посланиях. Он говорит Ефесинам, он в других посланиях, о том, как язычники и евреи были соединены вместе, и была образована церковь Иисуса Христа. И вот мы прочитали события Пятидесятницы, когда это состоялось. Когда эти 120 учеников Иисуса Христа, которые были верующими, которые в этот момент были возрожденными, вот в том смысле, как это и в Ветхом Завете люди получали возрождение, они верили в Иисуса Христа, но церковь еще не была создана. И Христос обещает, через несколько дней состоится особое погружение. Когда Он говорит, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым, мы всегда должны переводить это, через несколько дней вы будете погружены Духом Святым. И мы рассуждаем, куда погружены. Вот на этой иллюстрации вы просто можете увидеть, это как бы вот так образно. 120 учеников, которые верят в Иисуса Христа, которые ожидают Его обетования, которые уповают на Его Слово. И вот в день Пятидесятницы создается Церковь Христа, которая названа Телом Христовым. Что совершает Дух Святой в этот момент? Дух Святой совершает это погружение. Когда Церковь создана как тело, все верующие, которые в этот момент были собраны, они и были погружены или крещены в тело Иисуса Христа. И таким образом и была создана Церковь Иисуса Христа по Его Слову и по Его обетованию. И в этом смысл крещения Духом Святым, который указывает на погружение, которое говорит о той проповеди, о которой говорил Иоанн Креститель, о словах Христа, мы видим, это происходит вот в этот момент, в день Пятидесятницы. И когда мы смотрим с вами, вот мы просмотрели тексты Писания, то, что говорил Иоанн Креститель, то, что Деяния апостолов, и мы сказали, ни один из этих текстов, он как бы не объясняет, что такое крещение. Даже сейчас вот мое объяснение, которое я сказал, оно как бы берется уже из общего контекста Писания, но вторая глава Деяния апостолов, она тоже описательная, но есть текст Писания, который прямо объясняет, что же такое крещение Духом Святым. Это 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Здесь апостол Павел говорит, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». О чем говорит апостол Павел здесь? Если вы знаете, 12 глава послания Коринфянам, мы проходили как-то вот это послание, апостол Павел рассуждает о том, что является телом Иисуса Христа. Он говорит, что тело Христово, оно состоит из людей, оно состоит из различных членов, которые особым образом соединены под главой Иисусом Христом. Это особое состояние, это особое положение, это особые взаимоотношения со Христом и друг с другом. И вот в 13 стихе он говорит эти слова, «Ибо все мы одним Духом крестились», или я сразу перевожу, «погрузились в одно тело». Этим текстом Павел определяет, что такое крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым, вы помните, в нашем вероучении первая фраза, она так и говорит, это погружение верующего в тело Иисуса Христа. Павел говорит, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Почему, он говорит, иудеи или елены? Потому что в этом смысл церкви. Это то, о чем я говорил. Иудеи и елены с момента образования церкви, они все имеют одно право, один путь, один метод спасения. Это пребывание в теле Иисуса Христа. Это пребывание в церкви Иисуса Христа. И Павел говорит, «Мы все были погружены Духом Святым, иудеи или елены, то есть без разницы от своего национального какого-то определения, рабы или свободные, нету разницы в социальном положении, все мы были крещены Духом Святым». Вот этот текст, он дает нам определение. Для нас очень важно, когда мы рассуждаем о 12 главе 1 Коринфянам, сказать или определить этот текст. Он говорит о том же самом событии, о котором говорил Иоанн Креститель. Он говорит о том же самом событии, о котором написано во 2 главе «Деяния апостолов». Или это что-то совершенно другое. Я думаю, что вы можете встретиться с этим толкованием, поскольку в Пятидесятнических церквях не во всех, но часто именно так и понимается, что в этом тексте, в котором сказано о крещении Духом в тело, говорится о чем-то совершенно другом. Здесь не имеется в виду день Пятидесятницы или то, что Иоанн Креститель говорил. Здесь говорится о каком-то другом событии. И когда мы рассуждаем, мы смотрим на все эти тексты, мы видим, что у нас нет основания сказать, что это какое-то другое событие. Почему для Пятидесятников важно доказать, что это другое событие? Потому что в этом тексте Павел конкретно определяет. Крещение Духом Святым – это погружение в тело. Я хочу привести цитату одного богослова, Уэйн Грудем, богослов, которые даже где-то он склоняется в некоторых вопросах к пятидесятническому пониманию. Но тем не менее, посмотри, как он определяет, вот рассматривая этот текст Писания 1 Коринфянам 12-13. Он говорит так. «Павел говорит о том, что Коринфяне были крещены Святым Духом и в результате стали членами тела Христова. Таким образом, выражение крещения Духом Святым должно обозначать деятельность Святого Духа в начале христианской жизни, когда Он дает нам новую духовную жизнь или рождение свыше, очищает нас и дарует нам силы порвать с грехом и с любовью ко греху. То есть начальная стадия освящения. Таким образом, крещение Святым Духом – это все то, что Святой Дух производит в самом начале христианской жизни. Но это выражение не может означать ничего из того, что происходит после обращения как это утверждают пятидесятники. Посмотрите, сам богослов, который я сказал, где-то он в некоторых моментах склоняется к пятидесятничеству, он говорит, что в этом тексте речь идет о тех же самых моментах, о которых говорилось и в предыдущих событиях. Что Павел, когда он говорит, что мы погружены были в тело Христова, он говорит о моменте нашего спасения. погружение в тело Христова – это состояние, когда человек из этого мира получает спасение верою и оказывается в другом состоянии – в теле Христовом. Это момент нашего обращения к Богу, момент нашего возрождения. Мы получаем новую жизнь, когда мы верим в Иисуса Христа. И эта жизнь, она в том, что мы избавлены от этого мира греховного, от царства тьмы, и мы погружены в тело Христова. Это состояние нашего спасения. Иоанн Грудом говорит, это самый начальный момент. Мы не можем здесь говорить, что это какое-то событие, которое после возрождения происходит через год или через два, когда человек чего-то начинает искать или просить у Духа Святого. Это неверно и это неправильно. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на это событие, мы видим здесь очень важную мысль, которая открывается в этом тексте – крещение Духом Святым для всех возрожденных. Каждый возрожденный человек, он крещен Духом Святым, потому что эти события происходят в один момент, когда человек верует в Иисуса Христа, когда он получает возрождение и новую жизнь, он получает положение в теле Иисуса Христа, потому что нет другого места для него, если он является теперь новым творением. Новое творение, спасенное состояние, оно только в теле Иисуса Христа. И посмотрите, вот интересный текст, который я привожу из 2 главы послания Колосина, 12 глава, сказано, «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Мы очень часто, не знаю, как вы, я замечал в себе это, мы очень часто проскакиваем вот эти местоимения, которые часто Павел употребляет в своих посланиях в нем. Для нас это что-то такое привычное, и мы не обращаем на это внимания, и мы пытаемся найти какую-то здесь мысль, упуская, что Павел очень часто говорит «в нем», во Христе. Смотрите, какое ударение он делает именно в этом тексте. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли». Каким образом вы и совоскресли? Верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Мы рассматривали вопрос нашего спасения, возрождения, веры. Вера, то, что Богом определено, как вот этот мотор, который начинает действие спасения. И апостол Павел в этом тексте говорит, «в нем вы совоскресли». У веры в Иисуса Христа, получая возрождение, получая новую жизнь, мы не можем быть где-то вне тела Христа. Вера наша, она дарует нам новую жизнь. Бог дает нам возрождение и место в теле Иисуса Христа. И в этом как раз важное наше состояние. Посмотрите, я послание Римлянам, 6 глава, привожу эти тексты, из которых мы берем образ или символ того, что происходит в водном крещении, когда мы погружаемся в воды, когда мы свидетельствуем о нашем спасении. Я прочитаю вот эти тексты с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса». Посмотрите еще раз. Слово «крестившиеся», «погрузившиеся». «Все мы, погрузившиеся во Христа Иисуса». «И для меня это крещение Духом Святым». Это помещение верующего в тело Иисуса Христа. В смерти Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Если вы заметили в этом тексте, Павел какое-то особое ударение делает ударение на слова «соединены». Мы соединены с Ним. Наше спасение в том, что у верового Христа мы получаем эту живую связь, соединение со Христом. И это соединение только в том, когда мы занимаем это место в теле Христа. Мы в Нем оказываемся. И поэтому в Нем во Христе и наше, как здесь написано, подобие смерти, со смертью Христа, и подобие воскресения, и человек наш распят с Ним, и упразднено тело греховное, и мы уже не рабы греху, потому что мы находимся в Иисусе Христе, мы находимся в Его теле. Когда мы смотрим на все эти моменты крещения Духом Святым, нам важно увидеть, как происходит этот процесс. Кто что совершает? Вот первый вопрос, который мы задаем, кто совершает крещение Духом? Из тех текстов, которые мы посмотрели, мы можем сказать, что крещение Духом Святым совершает Христос. Я еще раз привожу вот эти тексты, которые говорит Иоанн, он о Христе говорит, он будет крестить вас Духом Святым. Он будет крестить. В Евангелии Луки сказано, сильнейший будет крестить вас Духом Святым. То есть мы видим, что в крещении Духом Святым Христос является крестящим. О нем говорил Иоанн, что он будет совершать это действие. Он главное действующее лицо во всем этом процессе крещения Духом Святым. Второе, что мы можем сказать, каким образом Христос это совершает? Посредством чего, или более правильно, посредством кого совершает Христос крещение Духом Святым? И мы находим ответ, что это посредством Духа Святого. В греческом языке, как и в русском, есть определенный залог, который называется инструментальный залог. Этот инструментальный залог говорит о том, что какое-то действие совершается при помощи какого-то инструмента. Если я беру ручку и начинаю писать какой-то текст, и написал письмо, естественно, кто написал это письмо? Я написал это письмо. Но инструментальный залог говорит, что действие было совершено при помощи какого-то инструмента. Ручка писала, но я писал с помощью ручки. И вот в этом смысл, который употребляется в вопросе крещения, Он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым. Христос будет погружать верующих в тело Христова посредством или при действии Духа Святого. И таким образом, Дух Святой является этим исполнителем, который погружает верующего. При действии Христовой силы Дух Святой погружает верующего. Тогда мы задаем третий вопрос, о котором мы уже говорили. Среда погружения. А куда погружает нас Христос? А куда погружает нас Дух Святой? И Писание говорит, это тело Христова или сам Христос. Вот этот текст мы уже читали из 12 главы Коринфянам. Если мы прочитали окончание 12 стиха, Павел говорит, так и Христос. Он описывает Христа. И он говорит, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. То есть мы были погружены в тело Христа, или в самого Христа. Спасенный занимает положение в самом Христе. И Галатам 3,27 сказано, ибо все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Мы заняли это место, это положение во Христе. И в этом опять отличия, с которыми мы можем встретиться иногда, беседуя с пятидесятниками. Потому что, смотря вот на эту иллюстрацию и задавая вопрос погружения, они говорят, когда человек крещен Духом Святым, он погружен в Дух Святой. Он погружается в Дух Святой, поэтому он говорит на языках и еще какие-то действия проявляет. Но мы нигде с вами не находим в Священном Писании о погружении в Дух Святой. Мы только что с вами сказали, и вот этот текст Писания, он говорит о погружении в тело Христова. Смысл крещения Духом Святым это погружение в тело Христова. Когда верою мы принимаем весть Евангелия, Дух Святой входит в сердце наше. Его место в сердце происходит возрождение, и тогда этот спасенный человек, он погружается в тело Христа. Это то, о чем Христос говорил, что я буду вас, и вы будете во мне. Дух Святой в сердце нашем, но среда погружения, где находится спасенный христианин, это тело Иисуса Христа. Итак, мы можем с вами посмотреть вот на этой иллюстрации, как бы показан вот этот момент крещения Духом Святым. Человек-грешник, который слышит весть Евангелия, слышит истину о том, что Христос умер, верою принимает эту весть, и вера является этим основанием его спасения. И когда он верою принимает весть о смерти Христа, возрождение происходит, как Павел говорит в послании Титу, что мы возрождены им. И в результате вот этого момента спасения, который включает в себя и веру, и возрождение, и крещение, он помещается в тело Иисуса Христа. И мы смотрим с вами на это тело, это тоже иллюстрация просто, чтобы нам было более понятно, мы знаем, что есть глава тела Христос. И члены тела, которые находятся, они имеют эту живую связь с главой, но они имеют также взаимоскрепляющие связи, как Павел пишет в послании Ефессиным 4 глава. Все члены тела, они соединены друг с другом, они имеют особые взаимоотношения, потому что они находятся в теле Христова. И вот мы смотрим с вами на тело Христова, почему Господь использовал именно этот образ? Почему сказано о церкви именно как о теле? Это наиболее яркий образ церкви, это наиболее вот такой глубокий образ. Даже в то время, когда Христос произносил эти слова, не было известно то, что сегодня известно. Я привожу некоторую статистику, и мы можем с вами сказать, что наше тело Богом так создано, что оно состоит из клеток, можно было пойти еще дальше, еще глубже, но оно состоит из клеток, клетки образуют ткани, ткани образуют различные органы, а различные органы, они объединены в различные системы нашего организма. И в нашем теле от 50 до 75 триллионов клеток. Это Бог создал так. 300 миллиардов новых клеток образуются каждый день. Это 200 миллионов новых клеток за минуту образуются в нашем теле. В то время, когда Христос произносил эти слова, еще никто не знал этой статистики. Но посмотрите, это истина Божия, это глубина мудрости Божией, которая дает нам иллюстрацию церкви, как тело нашего, которое состоит из клеток, из различных органов, которые Богом устроены так, что они взаимосвязаны друг с другом, что они живут особым состоянием, давая жизнь и имея возможность для тела существовать. Вот когда мы смотрим уже на тело Христова, как на церковь, мы читаем в первом послании Ефесиным, сказано, «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Он есть глава тела церкви, а вы тело Христова, а порознь члены. Бог через Христа устроил особое что-то, чего никогда не было, что ни с чем не сравнило, что в этой вселенной абсолютно никак нельзя даже каким-то образом сравнить. Есть образ тела, но церковь Иисуса Христа, как тело Христова, это особое состояние, которое приготовлено Богом, для того, чтобы мы могли познавать Бога, иметь отношение друг с другом и служить Господу. И поэтому, когда мы смотрим с вами на этот образ, для нас важно понять, человек находится во грехе. Для того, чтобы ему получить спасение, ему нужны все эти моменты и его положение, как спасенного сегодня, только в церкви, только в теле Иисуса Христа. И в тело Христа он как раз и попадает посредством крещения Духом Святым. Несколько моментов я хотел отметить, что мы имеем, когда мы получили крещение Духом Святым. Мы уже сказали, что это для каждого. Если человек возрожден, он крещен. Если он спасен, в этот же момент он получает это положение в теле Христовом. И нету такого состояния, чтобы человек был возрожден и не был крещен Духом. Когда мы смотрим вот на все эти моменты, мы видим, что в теле Христа мы соединяемся с этим божеским естеством. Евреям 3.14 написано, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Посмотрите, причастниками Христу. Что это? Когда это происходит? Это происходит посредством крещения Духом Святым. Когда мы помещаемся в тело Христова, мы становимся причастниками Иисусу Христу. 2 Петра 1.4 сказано, нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Слово естество указывает на природу, на особое состояние. Во всем мире духовном есть только три состояния духовной природы. Это Бог, который является Духом, это ангель, ангелы, которые являются Духами, и человек, который является Духом. И каждая эта духовная природа, она отличается друг от друга. Но посредством крещения Духом Святым мы погружаемся в тело Христова и становимся, как здесь сказано, причастниками божеского естества. Мы особое место занимаем. Это будет особо важно, когда в вечности будет брак Агнца, когда Христос, как небесный жених, будет сочетаться с Церковью Своею. Они имеют общее основание, потому что Церковь стала причастниками божеского естества. Во Иисусе Христе или в теле Христовом мы имеем оправдание. Посмотрите, 2 Коринфянам 5,21. «Ибо не с нашего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Не знаю, как на этот раз проскочили ли вы вот это местоимение в нем, не обратив на него внимания или нет. Оно имеет значение, потому что мы видим в этом тексте, сказано, что мы в нем сделались праведными перед Богом. Это особое положение, когда мы в нем. Я просто хочу посоветовать, когда вы будете читать Новый Завет, особое внимание делайте вот на все эти тексты в нем. Что мы имеем в нем? Что дает нам крещение Духом Святым? Каково наше положение, какие наши привилегии, какое благословение мы получаем, когда мы в Иисусе Христе? Посмотрите, в теле Христовом наше соединение, и мы получаем жизнь вечную. 1 Иоанна 5,11. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Бог даровал нам жизнь вечную, где эта жизнь? В Сыне Его, в Иисусе Христе. Мы, может быть, вопрос тела Христова мы часто воспринимаем на уровне, что вот мы сидим рядом, это поместная церковь. Да, это действительно поместная церковь, она отражает тело Христова. Но когда мы смотрим на все эти тексты, которые говорят, что во Христе, в теле, в нашем положении там, там все нам даруется, жизнь вечная в нем. И когда мы помещаемся туда посредством крещения Духом Святым, мы имеем эту жизнь, мы имеем спасение наше. И поэтому мы смотрим с вами вот на все эти тексты, которые говорят, что тело Христово, это является церковью Иисуса Христа. Мы читаем Галатам 3,27-28. Я уже читал, сказано, «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни от мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Итак, когда мы посмотрели с вами вот на все эти моменты, что такое крещение Духом Святым, мы коснемся также немножко этого момента крещения Духом Святым и говорения на иных языках. Вы помните, я приводил эти цитаты из некоторых вероучений, пятидесятников, которые говорят, что крещение Духом Святым, оно обязательно должно подтверждаться говорением на иных языках. У нас нету много времени говорить вот о вопросе говорения. Одно, что мы можем увидеть, даже в то время, в то время, когда Павел писал свои послания, даже в этой же самой главе, где он говорит, что мы все одним Духом крестились в одно тело, и мы сказали, Павел определил, все, кто имеет спасение, они все крещены. Посмотрите, десятый стих, когда он перечисляет те дары, которые действовали в то время в церкви, он говорит, иному дается чудотворение, иному пророчество, иному развлечение Духом, иному разные языки, иному истолкование языков. То есть, в одной и той же главе он говорит, крещение получают все, но иному дается языки, не всем. В 30 стихе он также говорит, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Это риторический вопрос, на который понятен ответ, нет, не все. И Павел об этом показывает. Для коринфян, помните, мы рассуждали, за них считалось, что говорение на языках это высший какой-то дар, и они превозносились над всеми остальными. Они думали, что они занимают какое-то особо высокое духовное положение, своей близости ко Христу. И Павел показывает им их неверность. Он говорит, мы все крещены Духом Святым. Мы все имеем это положение в Иисусе Христе. Но Господь распределяет дары, иному он дает одно, иному он дает другое. И поэтому, даже в то время, когда апостол Павел писал свое послание Коринфянам, он показывает, что крещение Духом Святым никак не связано с вопросом говорения на иных языках. Тем более, сегодня, когда мы уже рассуждали, мы говорим, что сегодня нет смысла в этом даре, который Господь уже не проявляет, хотя есть разные понимания в этом вопросе. И последний момент, который тоже часто делается искажение, когда мы рассуждаем о крещении Духом Святым и исполнении Духом Святым. В этом, опять же, есть проблема в пятидесятнических церквях, которые соединяют два этих понятия вместе. И поэтому все, что касается крещения Духом Святым или где-то в Писании говорится о исполнении, они совмещают и пытаются показать, что речь идет об одном и том же. Когда мы смотрим, вот посмотрите, на этой таблице я просто делаю сравнение крещения Духом Святым и исполнения Духом Святым. И мы видим, что это не одно и то же действие. Они могут происходить одновременно и в день Пятидесятницы как раз так и произошло. В день Пятидесятницы мы с вами прочитали, ученики исполнились Духом Святым, они заговорили на иных языках и в этот же момент произошло крещение Духом Святым как погружение в тело Христово. Эти события могут происходить одновременно, но это не значит, что это одно и то же. Когда мы сравниваем, мы видим, что крещение Духом Святым оно относится к телу Христа. Это погружение в тело Христа. Исполнение Духом Святым относится к человеку. Исполнение Духом Святым это особое состояние, когда Дух Святой может использовать человека, и его плоть, его воля не препятствует Богу совершать то, что желает Господь. Это исполнение Духом Святым, которое особо проявляется в каких-то, возможно, особых моментах служения, свидетельства, евангелизации. Это особый момент, когда Бог по-особому использует человека. когда мы смотрим на крещение Духом Святым, мы сказали, каждый возрожденный крещен Духом Святым. Исполнение Духом Святым Писание показывает, человек может быть исполнен, а может быть и нет. Исполнение это событие, которое происходит, и в какой-то момент оно есть у человека, а в какой-то момент нет. Крещение Духом Святым происходит в момент спасения. Это то, что мы с вами рассматривали. В момент возрождения человека Исполнение может быть и позже. Человек может обратиться к Богу, и в какой-то момент после его служения Господь действует и исполняет человека Духом Святым. Крещение Духом Святым происходит только один раз. Исполнение Духом Святым происходит много раз. И Павел побуждает послание Ефесиным, он говорит, исполняйтесь Духом, стремитесь к этому, желайте этого. Он побуждает нас, чтобы это было много раз в нашей жизни. Крещение Духом Святым никогда не было до Пятидесятницы. Мы нигде в Ветхом Завете не видим, чтобы это служение совершалось. Исполнение Духом Святым мы находим в Ветхом Завете было. Многие пророки, цари, они исполнялись Духом Святым. Крещение Духом Святым, оно обязательно для единства Церкви. Оно соединяет Церковь вместе, когда мы понимаем, что мы в теле Христовом. Исполнение Духом Святым, оно обязательно для служения, для того, чтобы Бог мог руководить нами и для того, чтобы Он мог действовать в жизни нашей. Итак, мы с вами рассмотрели вот этот момент крещения Духом Святым, и мы видели, насколько важно это событие, насколько ценно то, что Господь сделал. Он поместил нас в тело Христова, Он дал нам особое соединение с Господом нашим, как с главой и посредством нашего положения в теле мы имеем особое соединение друг с другом. Это тело Христова, которое Господь приготовил для вечности, и церковь однажды будет восхищена. Вот это тело Христова, оно однажды будет взято Господом для того, чтобы в вечности церковь Христа, как невеста, занимала особое положение. Помоги нам, Господь, понимать это и исповедовать в жизни нашей. Аминь.